Друзья, я всех рад приветствовать на моем канале, с вами SpaceBee, и это уже четвертая часть прохождения замечательной игры под названием MavonBase. Друзья, если нравится мой контент, пожалуйста, поддержите канал лайком и подпиской. Я буду вам за это очень благодарен. Также у кого есть возможность поддержать канал с финансовой точки зрения, я вам буду за это очень благодарен. Ссылка на донат и спонсорство есть под видео. Ну а мы начинаем. Итак, день 14 и 20 дней осталось на этой планете. Хорошо. Кислород у нас есть, кислород полный, заряд костюма полный, электроэнергия вырабатывается. Сегодня в серии мы уже просто обязаны создать ретейки. Я считаю, что если мы это не сделаем в этой серии, то это просто позор уже будет. Потому что мы уже сделали просто все и подошли уже вплотную к ретегу. И потом, походу, придется исследовать отбойный молоток для выкапывания урана. Все, давайте не будем тратить время впустую. Я считаю, что в нашем случае это вообще не в тему. Ну, давайте максимально быстро поищем искать, поищем искать, пойдем искать артефакты. Так, артефакты, помните, да, можно искать благодаря карте. Наверняка многие даже помнят, как это делается. Просто вот так вот ходишь по миру ночью, даже в темноте, ничего видеть своими глазами не нужно. Ну, мы сейчас вот ничего не видим, к примеру, да. Можем врубить фонарик, но не обязательно. Вот так просто идем и смотрим. Вот, на карте отображаются камень, растения, камень, камень, древесина, вот тоже камень. А именно вот эти вот артефакты, они отображаются таким вот ярко-зеленым цветом, термоядерным таким зеленым. Я бы сказал, даже не зеленым, а как он называет этот цвет? Вот таким, вот таким же, как у урана цветом, короче, вот так. Хорошо, здесь нет нигде артефактов, давайте тогда вправо пойдем и пойдем вверх. Будем вот так вот сканировать территорию и искать артефакты. Думаю, что рано или поздно мы их точно уже должны будем найти. Все, хорошо, и идем теперь ровно вверх. Просто сканируем карту на артефакты. Думаю, что рано или поздно мы их точно найдем. Опа, и день наступил, вообще классно получается. Днем еще удобнее искать. Нет, пока что артефактов нету. Просто дело в том, что карта, она даже лучше, чем наши с вами глаза, потому что глаза могут просто не заметить банально. Я, конечно, стараюсь максимально внимательно наблюдать, но все равно всякое может быть. А вот карта, карта, она ничего не пропускает. Что-то есть? Нет, ничего нету. Пошли вправо в таком случае. Надо будет уже возвращаться, наверное, на базу, я считаю, потому что... Потому что... Кислород уже подходит к концу. Да, он пока что не прям до конца, но уже приближается к концу. Так, нам нужно еще два артефакта собрать, если что. Так, первый артефакт мы собрали. Пока что больше на карте я не вижу артефактов. Пошли обратно домой. То ли я один замечаю это, то ли что, но посмотрите, как будто экран волнами идет, знаете? Это странно. Хотя графика стоит вроде самая максимальная. Наверное, это специальный эффект какой-то. Потому что иначе я не могу объяснений найти. Потому что вот так вот экран дергается. Ну, не дергается, а точнее волнами ходит. Наверное, типа какой-то эффект в игре. Так, пошли. Пошли быстрее к нашей базе. Потому что реально кислорода мало. А где наша база? Так, прямо и наверх. Наверх и вправо. Вот так. Опа, и вот наша база. Отлично. Мы даже не умерли от потери кислорода. Прекрасно. Только наберем кислородика. Вот столько хватит. Сразу же бежим исследовать артефакт. Исследуй. Две минутки будет исследовать. Угу. Прекрасно. А мы тем временем спрячемся в домике и будем... Будем набирать кислорода. Наберем полный кислород. И пойдем, наверное, искать уран. Хотя подождите. Нам, я считаю, нужно сначала исследовать инструменты. Знаете почему? Я думаю, что знаете. Улучшенная лопата. А бур где делает? А вот бур. Для бура нужно два металлолома, две эти и один провод. Делаем провод. И делаем бур. Отбойный молоток, точнее. Отбойный молоток классная штука. Знаете? Ой. Утечка кислорода. Отбойный молоток классная штука. Знаете почему? Сейчас я вам объясню. Потому что благодаря нему мы сможем ломать уран. Я так понимаю. Вот это добывать, точнее, уран. У нас где-то сверху был уран. По идее. Где-то, подожди. Где-то здесь был уран, точно помню. Пошли его найдем. Не, ну не может быть. Вот, помню, помню. Вот, мы можем добывать уран, наконец. Интересно, как он будет смотреться у нас в инвентаре. Давайте выкинем биотопливный генератор. Нам он не нужен пока что. Радиоактивная руда. Не вздумайте, это есть. Но, честно говоря, я не думал об этом. Пошли, короче, поищем артефакты. Давайте пока что изоляцию около дома выкинем. И нам нужно найти еще ровно один артефакт. Предлагаю в данный раз пойти вверх. Я думаю, что вверху у нас 100% будут артефакты. Просто 150%. Ой, еды маловато. Но у нас есть еда, благо. И походу добываем еще и уран. Потому что я уверен на 99,9%, что нам потребуется... Радиоактивная руда. Ну, уран тот же. Не знаю, почему не могли это ураном назвать в игре. Но, видимо, на то были причины, раз не назвали. Добываем артефакты. Артефакты. Артефакт добываем. И у нас есть последний нужный артефакт. Теперь давайте пойдем быстренько поищем еще, еще, еще. Урана. Уран, к сожалению, на карте никак не отмечается. То бишь, посмотрев на карту, не поймешь, что это уран. Уран будет написано просто камень. Поэтому, да. Давайте пособираем еды пока что еще. Обязательно. Еда, кстати... Ну, еда не еда, а растения. Растения, кстати, время от времени вырастают, что логично, кстати. Потому что... В реальности растения тоже вырастают сами по себе. Многие. Ой-ой-ой, а мы, кстати, очень далеко от дома. Слушайте, очень опасная даже ситуация получилась. Я что-то посмотрел, думаю, блин, мы недалеко от дома. А на самом-то деле мы тут в угол куда убежали. Ой-ой-ой, сейчас главное не откинуться, пацаны. Надеюсь, не откинемся. Не должны успеть откинуться. Нет, мы не откинемся, отлично. Так, благо мы не откинулись. Уже хорошо. Истерот пополняется. Забираем артефакт. Пошли его поставим исследоваться. Закинем в биотопливник вещества. Так, ставим последний артефакт исследоваться перед открытием того самого... Перед открытием того самого... Как он называется? Перитега. Вот, перитега это вот эта штука. Генерирует энергию с помощью радиоактивного распада. Очень классная штука, потому что для нее не потребуется никакое топливо. Ядерное топливо используется для производства энергии. Интересно, где ядерное топливо в итоге можно будет создавать? Потому что наверняка не в верстаке можно будет делать ядерное топливо. Скорее всего вот здесь, я полагаю. Вот тут. Позабавься с химикатами. Угу, интересно. Ладно, теперь что нам нужно. Пошли искать уран. Я знаю, где он есть, так что быстро его найдем. И быстро вернемся домой. Вот уран. А, уран посвечивается в темноте, отлично. Его по ночам искать самый кайф, пацаны. Собираем еще урана. Камни выкидываем. Камни это мусор. Ну, я их не буду специально выкидывать. Это не очень умно. Потому что они все равно рано или поздно пригодятся. Где-то. Потому что в игре нету бесполезных вещей, понимаете? В игре все имеет свой смысл. Так, давайте далеко не уходить от базы, потому что кислород на исходе так-то. Если что. Поэтому нам нужно поаккуратнее. И будем просто искать уран. В темноте это делается вообще шикарно. Пока что не видно, кстати. Ага, темнота уже прошла. Ладно, хорошо. Артефакт почти исследовался. И сразу же исследуем уран. Пошли пока что наполним наш скафандрик кислородиком. Кстати, наш код с буром смотрится очень даже так серьезно, круто, знаете? Такой мощный код с буром. Не вздумайте с ним спорить. У него есть бур. Он может пробурить вам все что угодно. В том числе и вас, кстати. Так, артефакт. Лаборатория. И исследуем вот эту штуку. Отлично. Данная шняга исследована. Теперь делаем... Радиоактивное топливо делается не здесь. Что, кстати, логично. Это было бы странно. Вот где оно делается. Необходимо три радиоактивные руды. Хорошо. Давайте запитаем биотопливник. Потому что он нам потребуется последний раз. Благо. И создать здесь, походу, можно... Да? Тритек. Две электроники и две металлические пластины. Прекрасно. Пластины делаются легко и просто, пацаны. А, нет, не просто. У нас руды нету. Угу. Слушай. А я почему-то думал, что руда есть, кстати. Ладно, хорошо. А, нет, подожди. Давай дропнем камни. Камни нам вообще не нужны. Это, по сути, в коем-то веке мусор. Опять же, я говорил, что нету бесполезных материалов. Но камни в коем-то веке все равно бесполезны. Так, кислорода мало. Слушайте, давайте лучше не будем рисковать. Пойдем домой. Наберем кислородика. Потому что нам лишний раз рисковать противопоказано нашему котику. Бежим домой быстрее. И сейчас создадим ретех. О, боже, я в предвкушении. Мы до этого шли. Уже две серии подряд мы пытаемся получить ретех. До сих пор его не получили. Представляете? Вот, руда. Я вижу руда. Руда снизу есть. Вот прям снизу. Нам всего одна руда нужна. Бежим вниз. Сегодня займемся улучшением в основном именно базы. То бишь, сегодня мы будем делать новые отсеки для базы. И вообще максимально обустраивать нашу базу, чтобы в ней было кайфово жить. Я считаю, что это должно быть как раз таки нашей главной целью сегодня. Собираем еще немножечко радиоактивной руды. Нам пока что ее с головой хватает. Даже на два ретеха. Посмотрим, сколько один ретех будет производить вообще в принципе электроэнергии. И посмотрим, нужно нам два ретеха или одного хватит. Так, хорошо, получили мы пластину. И забрали. Все, у нас есть возможность создать ретех. Давайте быстрее его делать уже. Создать. Ох, наконец-то я прям... Ах, ретех. Ура, боже, мы тебя получили. Есть. Пацаны, такая своеобразная ачивка выполнена. Не знаю, есть ли ачивка на ретехе в игре, но для меня это лютая ачивка. Все. Теперь уничтожаем генератор. Сносим его. И на его место ставим... Да-да, тот самый ретех. Сейчас еще полчаса будет ставиться, в этом я не сомневаюсь. Но как только поставится, у нас будет бесплатная электроэнергия. Ну как бесплатная? Не бесплатная, но вы поняли. И генерация у него постоянная. Посмотрим, какая у него максимальная генерация. Максимальная генерация 15.0. Максимальная. Вот видите, 8 из 8. 15 генерация. И ничего он не использует для генерации, кроме... Кроме радиоактивной руды. Боже, какое счастье. Я реально очень рад, друзья. Я просто дико счастлив. Нам наконец-то не придется вообще думать об электроэнергии. На самом деле, можем сделать еще один ретех, вообще по желанию, как бы. А нет, не можем. Не хватает пластин. Я думаю, что ретех нам второй делать нет смысла пока что. Я не знаю, сколько времени отработает этот ретех, потому что... Ну, он явно не может быть вечным. Вы же понимаете. Это было бы нелогично. Использовано, наверное, это и есть значение, через сколько времени он сломается. Ну, он использован на 12.3. Я думаю, что его еще очень надолго хватит. Посмотрим, сколько будет под конец серии. Какое здесь будет число. Если будет число 12.2, то значит, что оно уменьшается. Если нет, то нет. Не уменьшается. Чисто логически должно, а так я не знаю. Давайте поставим создаваться, кстати, пластины эти. Почему нет? У нас их и так хватает, конечно. Но лишним не будет. Угу. Ретех вырабатывает. А, нет. Это не... Не его износ. Это сколько используется электроэнергии в сети. Потому что мы зажили эту печку. Ладно, я понял. Хорошо. Тогда нам, скорее всего, нужно будет создать хотя бы два ретеха для плюс-минус балансировочки. Да? И что у нас здесь? Солнечная панель не нужна. Угу. Жилой модуль. Из чего ты делаешься? Одна изоляция. Не, утепление. А, уплотнитель. Подожди. А что такое? Еды нету. Ой, боже, мы сейчас сдохнем. Быстрее, ищи еду. Котя, быстрее. Что же это были деревья? Давай. Да блин, кот. Не умирай. А что за мусор? Господи. Я не то выкинул еще. Так, давай сейчас найдем в таком случае деревья. Древесина. Это не дерево, древесина. Это не дерево, пацаны. Деревья где-то были около базы, блин. Опасно умереть, не хочется умереть. Если что, я в курсе, что я выкинул пластины. Не, ну это капец, где деревья все? Боже, я тебя нашел, спасибо, дерево. Есть, мы не умерли. Я вас поздравляю, сам себя поздравляю с этим, что мы не откинулись. А теперь нам еще неплохо бы найти, где мы выкинули... Где мы выкинули наши пластины. Потому что они дорогие достаточно. Вон они валяются. Ядерное топливо. Ладно, окей. Ядерное топливо у нас есть. Бежим быстрее в домик наш с вами. Вот этот наш домик. Закрываемся в нем и отдыхаем. Пока что, что мы следующим исследуем? Я так полагаю, следующим нам нужно исследовать транспортировку. То есть машины, по сути. Добавляет оно гараж. Ничего себе. Добавляет гараж, добавляет баги. Прицеп. Перемычка. И комплект для ремонта автомобиля. Ну вот баги самое классное. Это машинка. На ней можно будет спокойно искать ресурсов побольше. Отлично. Баги делаем в первую очередь, а потом уже все остальное. На самом деле, на данный момент нам в первую очередь необходимо сделать именно... Сделать именно побольше еды. Потому что с едой у нас прям бобов, пацаны. И резину можно выкинуть. Мусор. Хотя подожди, стой. Нам она, по идее, для изоляции нужна. Поэтому пока что не мусор. Давайте скрафтим изоляцию. И тогда уже как изоляцию выкинем вот сюда. Хорошо. У нас куча изоляции есть. Прекрасно. Я вас поздравляю с этим. Заберем еще эту изоляцию. И у нас, в принципе, есть нужные материалы для создания... Чего создания? Создания нашей базы с кислородом. Ну не базы, вы поняли, отсека. Что нам точно нужно, так это собрать больше руды, я считаю. И артефакты. Нам еще два артефакта найти нужно до конца серии. Я думаю, что это вполне реализуемая задача, кстати. Так что мы найдем, я обещаю. Так. И собираем руду. Руда нам нужна в первую очередь. Нам нужно как минимум... Две руды. Кстати. Ну вот, тут руды нормальное количество. Что выкинуть? Растения выкинем. Они нам не прям сильно нужны сейчас. Руда гораздо важнее. Ладно, давайте будем с ним драться. Ага, как мало урона, посмотри. Я его не убиваю. Жесть. Он меня чуть не убил. Давайте покурать не будем. Все, ни с кем не драться. Назаметно. Потому что у нас сейчас шансов откинутся просто миллиард. У нас еды ноль. Всего у нас ноль, по сути. И мы еще и деремся с кем-то. Ну е-мое, опасный. Опасный. Очень опасный. Так, у нас кисторода ноль. Это еще опаснее. Где дом на что? Блин, мы далеко от дома ушли. Ой, какой шанс откинуться сейчас большой. Ай, ей страшно даже представить. Что нам будет, если мы откинемся? Мы откатимся очень далеко. И потеряем весь прогресс в серии. Поэтому откинуться это далеко не вариант. Фух. Можно выдохнуть. Ладно. Теперь давайте мы... Давайте мы пойдем и поищем еды. Ну и поставим на переплавку, конечно же. Пластин. По максимуму прям. Пластины нами для тачки нужны будут. Я в этом просто уверен. Что для тачки пластины необходимы. И вообще для всего остального. Так, пластина есть. Отлично. Угу. Хорошо. Собираем максимально пластин. Я полагаю, что нам в любом случае необходимо будет создать еще один ретег. Вот. Просто из-за соображений того, что у нас электроэнергии маловато. Но пока что, пока что ретеги я трогать не хочу. Все. Я займусь пока что машинами. И в первую очередь едой, конечно же. Так, где больше всего растений смотрим? Просто чекаем визуально. Вот растения, вот растения, вот растения. Тут ближе всего растения. Пошли влево. Там много растений, и они недалеко от дома. А, изоляцию нужно сделать и выкинуть. Сейчас мы сделаем изоляцию. И выкинем ее сюда. Давайте быстрее, пока ночь не наступила. Потому что если ночь наступит, уже будет поздновато немножечко, чтобы гулять вот так спокойно. Просто потому что темно будет. А в темноте не так удобно гулять. Класс. Еще и дождик пошел. Но дождик это, в принципе, не страшно. Валяется наш генератор. Никому не нужный, казалось бы. Хотя нужный. Ой, и молнии бьют. Молнии опасно. Ой, мы далеко ушли. Подожди, трава была прям там. Да, далековато мы свалили. Ладно. Давай пособираем эту руду еще. Все остальное пособираем. Пока кислород есть, можно спокойно гулять. Как только его станет мало, можно уже бежать домой. Не можно, а нужно. Потому что нам откинуться, я же говорю, это вообще не вариант. И собираем руду. Все, давайте уже домой идти, соберем всю эту руду и бежим домой. Молнии лупашат, капец. Молния, мне кажется, может нас убить, поэтому нужно поаккуратнее. Все, руды, думаю, хватит пока. Ой, аккуратно. Молнии страшно. Все, руды, хватит, бежим домой, пацаны. Мы далеко от дома слишком. Бежим, 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 бежим. Да еще и кислорода не хватает. Ай-яй-яй. Да, ситуация тяжелая, серьезно. Бежим просто без остановки. Опасность на уровне. Еще и гроза, короче, вообще прям, придется опасно. Так. Ой-ой-ой, молния нас ударила. Фух, хоть не умерли. Молния уничтожила нам генератор. Ветрогенератор. Обалдеть. Его можно починить, интересно, или уже все? А, можно починить, отлично. Создаем по максимуму просто вот эти все штуки. И идем домой. Давайте пока что рассортируем по фасту камни. А, и создадим еще еды, конечно, потому что еды у нас вообще бобо. Сейчас главное еще не подпустить к себе никакого монстра, который нас может убить. Потому что если мы умрем, ну вы же понимаете. Если мы умрем, то это все. Беши пропало. Так, что нам здесь? Еда у нас есть. Там две еды валяются, кстати. Это очень ценно даже. Давай пока что выкинем эти вот балки. Они нам вообще не нужны. Ни в таком виде. И соберем еды. Съедим еды в первую очередь. Хотя ее все равно не хватает пока что. Для того, чтобы мы начали хилиться. Ладно. Так. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы должны пойти искать растения. Растения у нас есть слева снизу, пошли за ними. Так. Нет, это не растения, кстати. А, отлично, день наступает. Слава богу. День это уже радует, потому что днем проще спокойнее гулять. Все видно, как бы монстры из-под тишка не нападут. Вот шумок. И так далее. Съедаем фруктиков. Ищем растения. И вообще кайфуем от жизни. Опять же, главное сейчас не откинуться ни в коем случае. И не допустить голода, потому что хпшки и так по нулям. И по фасту максимально пытаемся создать машину. Но для машины нам однозначно нужны артефакты, пацаны. Артефакты у нас, как вы понимаете, по нулям. Ладно, артефакты это еще не самая большая проблема. Мы их еще найдем, я вам это говорю. С полной уверенностью, потому что они еще точно есть на карте. Хотя мы, кстати, довольно большую область карты уже исследовали. Я вам так скажу. Поэтому да. Поэтому на большой области карты артефактов нет. Как вы понимаете. Ну все, нам еды, по идее, хватает для того, чтобы уже не откинуться. Сейчас пойдем ее накуховарим нам еды. Сварим нам еды. И будем жить, кайфовать вообще. Как крутые ребята. Так. Камни выкидываем. Не нужно. А вот руда эта зеленая, радиоактивная. Нам очень даже... Все, пошли домой, пацаны. Пошли домой. Мы очень далеко от дома. И чтобы, не дай боже, не откинуться, бежим домой. Не, ну это нужно сделать, собрать. И лопату собрать, конечно. Это, блин, ценная штука. Места нет. А, она, правда, сломанная. Туда не ценная. Выкидываем лопату и бежим домой. Ну да, я уже выкинул из-за того, что у нас сломалось как раз. Давай налево и вниз. Домик наш рядом уже. Отлично. Так. Сразу же ложим создавать эти штуки. И бежим домой. Очень срочно бежим домой. Исторода мало, хпшки мало. Создаем, наконец-то, еды. Ура! Какое счастье, у нас нормальное количество еды. Хилимся, всё. Боже, теперь можно не волноваться, что мы можем умереть от голода. И вообще от чего угодно. И ещё отхилимся, наконец. Да, здоровье хилится очень медленно, но оно хотя бы хилится уже хорошо. А, это состояние базы. А, ретек сам 8 из 8 получается. А у него что? 6 и 4. Маловато. И ретек генерирует на максимум. Он красава. А тот генерирует поменьше. Он не красава. Так, пошли искать максимально быстро. Нет, давай наберём кислорода и пойдём искать, конечно же. Конечно же, пойдём искать артефакты. Нам ещё 2 нужно сегодня найти, однозначно. Если чётко расставлять вообще по полочкам то, что нужно сделать, то мы очень быстро добьёмся больших высот. А, пошли вверх, вверх и вправо. Бежали. Они пошли. Ищем только артефакты. Всё остальное не собираем. Вот такое правило очень важное. Потому что всего остального и так с головой. Ну, вы видите. Еда есть, хоть и немного, да. Честно сказать, еды у нас не так уже много, как хотелось бы, но и так хватает пока что. И за это спасибо. Артефакт. Есть, повезло. Вот это фортуна, я понимаю. Так, а больше нету пока что на карте? Нет, на карте больше нету. Есть куча травы. Давайте мы её всю соберём. Еда всё равно никогда лишней не бывает, вы же понимаете. А то потом попадаешь в тупиковую ситуацию, когда еды нету. А кот уже умирает от голода. Это просто самая жёстко, жёстко плохая ситуация, которая может быть, на самом деле. Пошли вправо. Пошли вправо и вниз. Вот на такое расстояние отойдём. И ещё чуть дальше. И пошли вниз. Ага, мы уже сильно далеко отошли. Обратно, обратно. И прочекиваем вниз всю территорию. Но если здесь не найдём уран, то будет обидно. Ну не уран, а артефакты, вы поняли. То будет обидно. Если мы не найдём здесь ничего нам нужного. Так, подожди. Уже темнеет, опасно, опасно. По ночам гулять. Особенно в таком мире. Беспредельном, сказать. Пост-апокалипти... Апокалиптическом, господи. Не выговариваю. Вообще, выговариваю, просто заговорился немножко уже. Так, пошли вправо. Я предлагаю уже домой идти, раз артефактов нету. А их нету, пошли домой. Всё, идём домой. Ай, камни мешают. Боже, у нас кислорода мало. Пора бы уже очень-очень-очень-очень быстро бежать домой. Потому что реально есть большой шанс откинуться. На карте ничего нету? Нет. Нет, артефактов нету. А мы очень далеко дома бежим. Просто бежим. Без комментариев. Просто бежим. И давай, чтобы ты хилился, мы съедим на максимум. О, боже, нам вниз полкарты бежать. Ой, как страшно. Очень-очень страшно. Реально, я очень боюсь откинуться, потому что я не хочу потерять прогресс. Ох, хорошо, мы успели. Ох. Ладно, окей, крафтим еды по максимуму в таком случае. И начинаем исследовать артефакты обязательно. Артефакт это важно. Исследуйся, пожалуйста, артефакты. Нет питания, серьезно? А почему? Потому что ветрогенератор стал меньше генерировать. А если мы снесем, допустим, тебя? А, ну так работает. Ладно, пока что снесем его, да? Плавильню, а там посмотрим. Так, давайте плавильню поставим, наверное, на место, как только она закончится исследовать. И вообще, смотрите, мы уже открыли огромную часть карты, просто гигантскую. Посмотрите, сколько территорий. Карты уже открыто. Конечно, много еще не открыто. Но тем не менее. Вот столько мы уже исследовали. Максимально мы дошли вправо-вверх. Мы прошли прям полмира буквально. Растения, растения. Я ищу, где бы здесь был артефакт. Но его нигде нету, да? Корень, растения. Нет. Артефактов тут нету. Ну, у нас есть возможность разве что вправо-вниз пойти. Или просто вправо. Давайте вправо. Просто тупо вправо пойдем. Я считаю, там стопудово должны быть какие-то артефакты, друзья. Я в этом просто уверен. Поэтому пошли. Между прочим, данный артефакт почему-то очень долго исследуется. Меня это очень раздражает. А нет, недолго. Нормально. Все, короче, бежим вправо. Кислород есть, еда есть. В принципе, да. Все, что нужно, у нас есть. Игра сохранена, поэтому немножечко сейчас подпризило. Вот чего нет, так это свободного места в инвентаре, кстати. Это обидно. Давайте я надеюсь на везение. Я очень надеюсь на везение, что мы максимально быстро найдем артефакты, друзья. Мы уже исследуем новое. Нет, мы еще новое не исследуем. Вот теперь мы новое исследуем официально. Новое территорие получается. Блин, будет баги, будем очень быстро исследовать. И на баги, думаю, в следующей серии оно у нас уже стопудово появится. И мы будем просто исследовать максимально большую часть карты. Вот чем больше исследуем, тем просто тупо лучше. Будем искать артефакты, ресурсы. Короче, с баги реально жизнь будет проще, как и с ретегами, допустим, теми же. Нет, нету артефактов. Бежим домой, пацаны. Бежим домой. Опасно. Кислорода мало. Артефактов нету. Короче, грусть и печаль. Бежим. Возвращаемся на базу, пацаны. Не хочется рисковать здоровьем котика. Артефакт, артефакт, артефакт. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть, есть. Все, у нас есть машина, считайте. У нас есть машина уже. Уже не просто я когда-то там ее сделаю. Она у нас уже есть. Исследуем последний артефакт. Вот этот, который у нас мы собрали. Артефакты последние исследуем. И все, пацаны, мы вообще живем по-богатому. Я не знаю, где наша база, кстати. Она там. Да, она там. Но мы очень далеко от нее. Мы очень рискуем умереть сейчас. Мы от базы ушли слишком далеко. Но, с другой стороны, это стоило. Стоило того, потому что мы нашли артефакт. Но если мы откинемся, это того не стоит. Вы же понимаете. Давайте быстрее. Опасно, опасно, опасно. Не хочу кпшку терять. Это не очень хорошо. Вы понимаете. Все. Благо, мы набрали кистородиков. Пошли быстрее. Забираем этот артефакт. Исследуем новый. Так. Две минутки он будет исследоваться. Шикарно. Слушай, подожди. А если мы из электросети уберем, допустим, вот эту штуку? Он будет быстрее исследоваться или нет? Нет. Да, возвращаем. Хорошо. Давайте пока что посортируем объекты на базе, потому что у нас, допустим, вот 12 камней лежат суммарно в разных местах. Давайте мы их объединим в одно место. В одно целое. Так, дальше. Допустим. Пособираем кистородика, допустим. Так. Извиняюсь. Чуть подавился. Баги, прицеп, гараж. Да, какое счастье. Реально вообще классно. Давайте пока что мы... А что пока что будем делать? Пособираем руду, в принципе. Нам больше нечего делать пока что. Сильно много пока что, мне кажется, да. Угу. Лопатка сломалась наша, кстати. Угу. Пошли новую лопату сделаем. Я не знаю, какая там стоимость для создания новой лопаты. Думаю, что не такая уже большая. Ну-ка. Да, не такая уже большая. Металлолом там. Короче, нормально. Зато она будет не обычная лопата, а улучшенная. С, кстати, с большим уроном очень. Что важно. Большой урон это важно. Хорошо. Давайте проверим скорость сбора руды в таком случае новой лопатой, потому что, ну, не зря я делал именно новую лопату. А она быстрее не собирает. Капец. Зря потратил ресурсы. Да. Это скам от разработчиков. Я думал, что улучшенная лопата будет реально лучше. Это просто название, что ли. И новая текстурка, и все. А цена дороже. Класс. Собирает с той же скоростью. Урон может быть чуть больше. Наверное. И это все. Ну, как-то да, так себе. Для улучшенной лопаты прям сильно так себе. Все. И исследуем машину. У нас уже сегодня есть машина, чтобы вы понимали. А теперь давайте строить гаражи, виражи. Где там гараж поставить можно? Гараж. А машину где собрать? А машину в гараже, наверное. Нам не хватает деталей. У нас две детали, а нужно четыре. Как делаются детали? Напомните. Дешево делаются. Пошли, пошли. А, я сделал восемь деталей, правда. Ну, ладно. Крафтим быстренько гараж. Позволяет строить, ремонтировать, перезаряжать автомобили. Прекрасно. Вообще шикарно живем. И куда ставим гараж? Даже не знаю. Можно вращать как-то, нет? Вращать нельзя. Вот сюда ставим гараж в таком случае. Отлично. И машину делаем. Для машины нужно два двигателя и один аккумулятор. Хорошо. Как делается аккумулятор? Я просто прям максимально быстро хочу сегодня получить машину уже. Понимаю, что многого хочу за одну серию, но е-мое. А аккумуляторы как делаются? Ну не скажите. И где делаются, главное. А я так и не понял в прошлой серии, где аккумулятор делается. Вы заметили? Потому что нигде он не делается из того, что нам доступно. Тут аккумулятор не делается. А где же? На этом верстаке аккумуляторы не делаются. На этом верстаке аккумуляторы не делаются. И здесь тоже не делаются. Внимательно посмотрим. Датчик освещения, переключатель, питание, кисточка. Так. Аккумуляторы нигде не делаются. А как его сделать, если его нельзя сделать? Ну, как сделать то, чего нет? Я не понял. Что за ровку? Так, подожди. Может быть это забагалось. Давайте снесем верстак нынешний и поставим новый верстак. Ну, поставим его заново просто. Возможно баг, кто его знает? Нет. Аккумуляторы просто не делаются. Ничего. Короче, я наверное разберусь к следующей серии, друзья. Потому что ничего не понятно. Где их делать, если их негде делать банально? Да и что вообще? А может где-то здесь мы найдем? Потому что вероятно что-то здесь было. Нет, смотри. Аккумулятор открывает. Но где его делать? Его негде делать. Переработка. Ничего не понятно на самом деле. Вообще просто. Бульдозер, кстати, классная штука. Да, я не могу сказать, где аккумулятор. Потому что я сам тупо не знаю. Вообще не знаю. Возможно, кстати говоря, делается... Возможно. Только предположение. Он делается... Вот в этом верстаке. Или в лаборатории. Скорее всего в лаборатории. Давайте вообще посмотрим, сколько у нас уже запись идет. А, у нас уже пора заканчивать. Походу. Ну да. Ладно, друзья. Давайте мы с аккумуляторами разберемся в следующей серии. Для машины у нас, чтобы понимали, уже все готово, кроме одного лишь аккумулятора несчастного. А, нет, двигатель еще нужен. Но двигатель сейчас сделаем. Пока что, друзья. Всем большое спасибо за просмотр данного видео. Пожалуйста, у кого, опять же, есть возможность поддержать канал финансово. Я вам буду очень благодарен за ваши днаты и спонсорки. Спонсорки оформляются под видео, если что там. Копочка спонсировать есть. Пожалуйста, кто не поставил лайк, поставьте лайк на видео. Кто не подписался, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч, друзья. Следующее видео выйдет, я думаю, скоро. Потому что у меня самого есть огромнейшая мотивация поскорее сделать машину. Потому что мне просто интересно, вот что это будет на ней покататься и так далее. Ну и сегодня за серию мы вообще очень много всего сделали. Я думаю, вы заметили. И ретеги мы сделали, наконец-таки. И машину открыли. И уже даже гараж построили. Еще даже прицеп есть. Прикольно, да. Я считаю, что мы очень прям подуспели в этой серии. Что в этой серии большие молодцы. Мы. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok